Сегодня у нас плов с мясом, хлеб. Вот мясо. 80 порций горячего обеда разлетаются за 5 минут. Сегодня хватило всем желающим, однако нередки случаи, когда возле киоска с надписью «Бесплатные обеды» собирается больше нуждающихся, чем приготовлено порций. Бывалые занимают очередь в окошко за 2-3 часа до начала выдачи. Есть устоявшийся костяк пенсионеров. Друг друга они называют меткими прозвищами – шляпка, профессорша, борода. Виктория Беженко из соседнего Узбекистана приходит к заветному киоску каждый день. Единственный доход ее семьи – пособие от Красного Креста – составляет около 50 долларов США в месяц. Для нее этот обед жизненно необходим. Это наша жизнь, питание. У нас нету, мы пенсии не получаем и так далее, и так далее. И вот мы фактически живем на вот эту еду. Так было, просто вы умерли, честно говоря, откровенно. Алматинец Мурат Бекаубакиров должен был выйти на пенсию еще 3 года назад. Однако не может оформить пособие из-за отсутствия необходимых документов. Бесплатный горячий обед он старается не пропускать, так как сам готовить не любит, да и зачастую просто не на что купить продукты. Ну найду иногда тоже подбрасываю что-то так. Ну я вот с протянутой рукой не хожу. Пока. Я этот припас на всякий случай потом, когда уже выхода не будет, когда уже совсем уже. А так, в принципе, где-то там церкви, где-то поем дают, там хлеб. Теперь здесь вот новый сейчас. Проект «Бесплатные обеды» для пенсионеров – детище команды психологов, работающих в тренинг-кафе. Это уникальное заведение, где работают люди с ментальными нарушениями. Каждый день они готовят не менее 60 горячих обедов для нуждающихся алматинцев. Себестоимость порции – примерно один доллар США. За год их было выдано уже более пяти тысяч. Сейчас проект, живущий только за счет краунфандинга, испытывает трудные времена и находится на грани закрытия. После повышения курса доллара аренда стала для команды неподъемной, и они в поисках нового места. Проект убыточный, местоположение убыточное. Нам невыгодно здесь работать. Грантов у нас уже нет, потому что они нам помогали, как могли, и дали возможность раскрутиться. Я все-таки, что место вот здесь непроходимое, одностороннее, без парковки, как-то такой домашний район спальный. И поэтому у нас людей-то нету, клиентов, посетителей. И нам очень тяжело. 80 порций бесплатных обедов для жителей полутора миллионного мегаполиса, конечно же, как капля в море. Уже составлены списки нуждающихся пенсионеров и в других районах города. Также и тех, кто не может прийти за обедом самостоятельно. Авторы проекта рассчитывают на то, что их поддержит большее количество алматинцев, и им удастся открыть большую социальную столовую, а также подобные пункты выдачи во всех районах города. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Продолжение следует...